Мы всегда имеем дело с какой-то степенью ущербности, когда абсолютно отсутствует печетка? Не бывает, то есть вопрос, дело в том, что ущербность вещь гибкая, ее можно перестраивать, ее можно укреплять, достраивать, перестраивать, то есть можно играться с ней. Понимаете, да? Сама по себе ущербность вещь гибкая. Но вот как это делать, вот это проблема. То, что ущербность в себе содержит множество компонентов, не один. И сначала необходимо понять, как она устроена, прежде чем вообще задуматься о том, как это можно использовать или изменить. Потому что пустоту, а для большинства людей ущербность это пустота, то есть помните, что Павлович говорил, что мы не можем нарисовать на доске, то мы не существуем. То есть для человека его ущербности не существует. И только тогда, когда человек может выложить на доску ущербность, только тогда, она для него начинает существовать. Да, потому что ее нет. Она пустая, ну, пустота. Обратите внимание, ведь ущербность это очевидно, а очевидные вещи не подлежат анализу. Мы ищем тайны, но задайте любому человеку вопрос. Вот смотрите, все религии говорят, человек грешен, человек слаб. Они все эксплуатируют ущербность человека для того, чтобы якобы ему каким-то способом помочь. На самом деле никто не рассказывает, что такое ущербность. То есть по сути своей церковь эксплуатирует чужие ущербности в свою угоду. Это очень просто. Получается, он говорит, грех первородства, которое... Это и есть первородный грех. Абсолютно верно. Это и есть первородный грех. Ущербность это и есть первородный грех. Но не сама ущербность, а зачатки ее. Ну, формирование. Зерно ущербности, из которого вырастает в эту пирамиду. И она обязательна.